Приветствую вас на канале Alcovito. Хочу сделать очень интересный напиток, который сам придумал, а назвал его Red Hot Chili Apple. Для этого нам понадобится 100 литров сока и конечно же перец чили. Наверняка сок просроченный, на пачке стояла печать, дата май 2020, но обычная чернильная, как правило это говорит о подделке. Также на пачке написано, что сок прямого отжима. На аромат это вполне нормальный яблочный сок. Выливаем сок в бродильную емкость. 100 литров бродильной емкости, сок здесь перелил, вот пакетики. Вносим дрожжи. Дрожжи такие суправин, очень хорошо себя зарекомендовали. Моим клиентам нравится, ну и мне тоже. Одна пачка рассчитана на 100 литров. Унес дрожжи, минут через 10 перемешаю. Сахар 12 процентов, конечно маловато, но я все-таки за качество. 12 килограмм сахара получается в 100 литрах, но я думаю, что как раз мне на одну дробную дистилляцию. Стандартная моя дробная дистилляция это 10-12 килограмм сахара. На 100 литров браги нам понадобится 250 грамм острого перца чили и 10 палочек корицы. Я одел медицинские перчатки. Сейчас я перец как следует вымою и оторву все хвостики. А корицу я поломаю на кусочки с ноготь. Брага уже завелась, забулькала. Уходит перчик и уходит корица. Корицу вот разломал как смог пальцами. Сейчас еще раз как следует перемешаю гидрозатвор и буду ждать полного выбраживания. Спустя 4 суток брага отыграла, перегоняю спецрец. Пыжик меди, первичные головы. Брага на языке должна немножечко острить. Вот так она выглядит. Перегоняю только жидкую часть. Ни перца, ни корицу не трогаю. Остринка есть, а аромата паприки не хватает. То есть перец чили такой вот не сильно подходит. Все-таки советую использовать перец такой горько-сладкий, чтобы и паприка была, и остринка была. Нарезку я думаю, что можно увеличить как минимум вдвое. Сливаю борду в раковину после первого перегона. Аромат яблочного пирога стоит. Яблоко и корица. Офигеть! Перец я сейчас весь выловлю, перетру, перемою его, чтобы увеличить ароматику. Все равно перегоняю в сутки раз по такой вот 19-литровой бутылке. Здесь это будет 5 бутылок как минимум. То есть, ну, 4 дня еще постоит перец перетертый. Это моя последняя баклажка. Здесь где-то от силы литров 6. В общем, аромат паприки немножечко добавился. Остринка тоже добавилась, но не то, что должно было быть. Также выловил всю корицу, промыл ее от дрожжей и семян перца. Весь перец получен. Сделал расчеты. Выход, конечно, ни о чем. С чем это связано, не знаю. Хотя, по моим подсчетам, должен быть выход очень хороший. Ну, что имеем, то имеем. Сюда я уже добавил спирт-средц корицу, которую я выловил из браги и промыл. И также 10 столовых ложек сушеного горько-сладкого перца. Тот, который сдача. Аромат все равно будет, раскроется. Ну, недельку пусть постоит. И только через недельку буду перегонять. Через неделю спирт-средц отфильтровал. Через сито пропустил. Аромат яблочно-коричневый паприка. Супер просто аромат. Начинаю дробить. Дробить буду в режиме комбо. Все по стандарту. Отберу головы. Затем отключу дефлегматор. Начну отбирать тело без дефлегматора. Вот от расчета где-то от четверти до трети примерно. Как только аромат дистиллята перестает нравиться. Подключаю дефлегматор и отбираю все, что мне полагается. Ориентировочно должен выйти на 4 литра. То есть литр можно в принципе отобрать без дефлегматора. Повторю, здесь еще ароматика. Закончил дробную дистилляцию. Получилось 3 литра 750 миллилитров. И в табличке все указал. Головы. Температура в кубе. Начало в конце. Температура в колонии. Струя, крепость. И объем, который я отобрал. Тело без дефлегматора тоже самое. Все понятно. И тело с дефлегматором. Эти две бутылки меня полностью устраивают. Я их сразу же объединяю. Здесь был маленький скачок температуры. Это упал напор воды. И здесь тоже самое. Последнюю часть, которую я отбирал. Я добавил уголь. Ну, есть, да. Здесь, знаете, есть. Но настолько мало. Я вот еще до завтра подожду. Если что, то добавлю угля. Но гораздо меньше. Прошла неделя. Пробую самогон. Острое яблоко. Что же у меня получилось? На аромат это однозначно яблоко. Причем яблоко не из тетропаков, не из сока. А именно аромат моего дачного яблока. Именно вот наш алматинский аромат. Наших яблок. Вы знаете, и на аромат очень сильно похожи именно на ранние сорта. Вот. Столовка. Что там? Грушевка. Вот такие. Вот. Именно почему-то ранние сорта. Ни лимонки, ни золотого. Вот превосходного в аромате здесь нет. Конечно, хочется сказать, что есть еще паприка, перчик. Но вот что-то дополнительное есть. Но вот не пойму, что. Не травяной даже. Не знаю. Но не отталкивающий аромат ни в коем случае. То есть вот что-то такое-то интересное есть. Очень боялся за хвосты. Растер самогон в ладонях. Я понюхал супруга. Ничего такого не учу. Отлично. То есть вот сделал я все правильно. Углевание подобрал правильное. Правильное время. Все супер. Надеюсь, что жесткости от угля на языке я тоже не почувствую. Ну и пробую. Быть добру. За вас, господа. А на язык это мягкий яблочный самогон. На языке ощущается также паприка. И вот как с острым аплесином. Остриночка есть, но ее не хватает. Я настаивал здесь очень долго с перцами на перцы. Не помогло. Однозначно, если вы хотите поострее, то стоит уже готовый продукт настоять на остром перце. Но последний острый апельсин я немножечко передержал на перце. То есть остринка эта появилась четкая. Половина моих друзей в восторге. Половина сказали, что у тебя получилась перцовка с ароматом апельсина. Вот сейчас я ощущаю, остринка такая, более проявляется на губах. Да, остриночка есть. Оставлю именно вот такой вариант. Я думаю, что моим друзьям он понравится. У меня получился очень мягкий яблочный дистиллят. С перчиночкой, с остриночкой. По своей шкале я поставлю его на одну полочку вместе с острым апельсином. Но все-таки вот острый апельсин из-за своего сочетания апельсин и перец чили все-таки побеждает. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. Пейте только качественные напитки. До свидания.